Поздравить лауреатов, всё научное сообщество с профессиональным праздником, днём российской науки, который отмечался 8 февраля совсем недавно. И хотел бы отметить, что благодаря вам, уважаемые наши лауреаты, и все, сейчас хочу обратиться и ко всем, кто работает в этой замечательной, чрезвычайно важной для нас сфере деятельности в науке, и благодаря вам приумножаются уникальный потенциал научный нашей страны, рождаются прорывные идеи, создаются современные технологии и наукоёмкие производства. Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи. Нам необходимо двигаться вперёд во всех областях, укреплять экономику, социальную сферу, обороноспособность нашего государства. И, конечно, для этого нам нужны и эффективные системы образования, и сильная наука, и собственные передовые технологии. Об этих задачах мы подробно говорили совсем недавно, в январе текущего года на Совете по науке и образованию. Обсуждали ход подготовки стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный период. Рассчитываем, что молодые учёные, преподаватели вузов, предприниматели, работающие в высокотехнологичных сферах, активно будут включаться в процесс разработки этой концепции. Механизмы для такого участия созданы. И теперь хочу обратиться к лауреатам и к вашим сверстникам. Именно вам, молодым исследователям, предстоит воплощать в жизнь ключевые приоритеты в стратегии научно-технологического развития. И вы уже доказали, что способны брать на себя ответственность добиваться результатов. Ситуация в российской науке, в том числе кадровая, действительно меняется. И здесь с уверенностью могу сказать, что нам есть на кого опереться. В науку приходят способные, перспективные молодёжь. Для справки могу вам сказать, что по сравнению с 2004 годом, во многом благодаря государственной поддержке, удалось более чем на 30% увеличить число исследователей в возрасте до 39 лет. А это значит, что удалось решить принципиальную задачу – восстановить преемственность исследовательских школ, избежать рисков, связанных с разрывом научных поколений, о котором говорили многие эксперты в начале 2000-х годов. Важно и то, что молодые учёные успешно проявляют себя в инженерных сферах, в медицине, в химии, в биологии, в тех областях, которые определяют технологический прогресс, позиции страны в глобальной конкуренции, в отраслях экономики будущего, в обеспечении высоких стандартов и качества жизни наших граждан. Отмечу также, что в последние годы растёт академическая мобильность. Молодые учёные стремятся в те регионы России, где создана современная научная инфраструктура, есть возможности для самореализации и достижения высоких научных результатов. Необходимо и дальше привлекать в науку молодых, талантливых специалистов. Считаю, что ключевую роль в этом процессе должны сыграть наши ведущие научные и образовательные организации. Они должны активнее создавать привлекательные условия для исследовательской деятельности. И, конечно, будем и дальше совершенствовать механизмы практического внедрения научных разработок, укреплять научно-технологический потенциал России. Дорогие друзья, наши сегодняшние лауреаты уже добились значительных результатов. Позвольте мне об этом также сказать несколько слов. Дмитрий Сергеевич Лопчук внёс весомый вклад в исследование фундаментальных вопросов органической химии. Среди решённых им прикладных задач создания приборов для определения сверхнизкой концентрации веществ, в том числе и взрывчатых, использование такой технологии поможет повысить и эффективность борьбы с терроризмом. Но, насколько я понимаю, это не единственное применение этих разработок, этих исследований. Это и новые материалы, и возможности использования этих разработок в других областях, в том числе в медицине. Екатерина Николаевна Прошкина занимается изучением роли защитных систем организма в повышении продолжительности жизни. Полученные ею научные данные открывают перспективы для разработки качественно новых медицинских препаратов. Владимир Владимирович Стегайлов ведёт исследования на стыке теоретической физики, вычислительной математики и суперкомпьютерных технологий. Его достижения формируют хорошие заделы для создания уникальных материалов с заданными характеристиками. Уважаемые друзья, общественное и государственное признание важно в любом деле, в любой профессии. Уверен, что высокая, заслуженная награда станет для вас стимулом к продолжению смелого научного поиска, развитию таланта на благо Отечества нашего и нашего народа. Позвольте пожелать вам успехов. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации присуждены премии в области науки и инноваций за 2015 год и присвоено почётное звание лауреата премии президента Российской Федерации молодым учёным. За разработку новых люминесцентных и функциональных материалов для молекулярных устройств различного назначения Копчуку Дмитрию Сергеевичу, кандидату химических наук, научному сотруднику Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения Российской Академии Наук. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые все присутствующие, в этот важный момент хочется выразить огромную благодарность Совету при президенте за присуждение данной премии, а также руководству тех организаций, где были выполнены основные исследования, а именно Института органического синтеза Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета. Также своим научным руководителям Кожевникову Дмитрию Николаевичу, Зырянову Григорию Васильевичу и Чупахину Олегу Николаевичу, ну и всем коллегам, без участия которых работа эта безусловно не получилась бы. Спасибо. Аплодисменты Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости и коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию за высокую оценку моей работы. Вопрос о проблеме старения и долголетия на протяжении многих столетий волновал человечество и имеет как прикладное значение, так и теоретическое. И премия президента Российской Федерации подчеркивает значимость исследований в области геронтологии и дает надежду на достижение скорого прогресса в борьбе со старением. Хочется отметить, что данная награда является не только моим личным достижением, но и большим успехом для всей нашей лаборатории, для Института биологии Коми научного центра УРОРАН, для Сыктывкарского госуниверситета и для всего научного сообщества Республики Коми. В этой связи позвольте поблагодарить своих коллег и дирекцию Института биологии за всестороннюю помощь и за благоприятную рабочую атмосферу. Отдельное спасибо моему научному руководителю, доктору биологических наук, профессору Ран Маскалёву Алексею Александровичу. И также выражаю большую благодарность моей семье за заботу и поддержку. Спасибо. За цикл работ по суперкомпьютерному многомасштабному моделированию материалов в экстремальных состояниях Стегайлову Владимиру Владимировичу, доктору физико-математических наук, заведующую отделом Объединённого Института высоких температур Российской Академии Наук. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, получив эту высокую награду, я бы хотел себе позволить оглянуться на мой путь в науку. Я учился в школе нового типа, в лицее Дубна, который был организован Юрием Петровичем Курлаповым и удивительным коллективом преподавателей. Моим преподавателем физики был Иван Алексеевич Ломаченков. В 1998 году я поступил в Московский физико-технический институт, и уже на первом курсе, в конце первого курса, меня привлёк к научной работе мой учитель, профессор Норман. Этот ранний старт в науку – моя огромная удача. В 2001 году я стал работать в Объединённом Институте высоких температур, где вырос дозавотделом. Наш институт работает по очень широкому спектру тем под эгидой нашего директора Владимира Евгеньевича Фортова. Эти темы распространяются от новых технологий энергетики до суперкомпьютеров. И молодой коллектив моего отдела старается работать по широкому спектру направлений. В науке мы должны получать новые знания и делиться ими с коллегами, то есть писать статьи. Мы это успешно делаем, но не забываем и о конкретных приложениях. Мы работаем в рамках контракта с Росатомом. На стадии согласования находится заявка на контракт с Газпромом. В нашем коллективе защитилось больше дюжины кандидатов наук. Все они работают в России, в Москве, работают успешно. Владимир Владимирович, я хотел бы вспомнить ту дискуссию, которая шла на недавнем совете по науке и образованию, где вы и многие другие выступающие подчеркивали необходимость изменений в организации научной работы. Я являюсь, возможно, самым молодым членом научно-коррекционного союза при ФАНО и имею возможность участвовать в дискуссиях о том, как должна меняться наша наука. Должен сказать, что эти дискуссии идут болезненно и в некотором смысле довольно формально пока что. Мне кажется, что реформе нужно опереться на активно работающих ученых, найти их и образовать механизмы, как использовать их в обсуждении этой реформы. Объективные критерии оценки существуют. Большое спасибо за эту высокую награду. Это для меня не только оценка уже сделанного, но и высокое доверие к будущей работе. И надежда на то, что наше мнение, мнение молодежи будет услышано. Большое спасибо. Дорогие друзья, позвольте еще раз поздравить наших лауреатов. У нас есть не только чисто формальная встреча, связанная с вручением значков лауреатских, но и пошел уже какой-то такой даже обмен мнениями по поводу того, как нам организовать работу в будущем. Это абсолютно правильно. Мы этого и хотим. Мы хотим найти, создать механизмы поиска современных, интересных, перспективных исследователей. Последний выступающий говорил о своих достижениях. Здесь все не расскажешь, да и нужно быть узким специалистом по каждой области, чтобы все рассказать. Но вот я знаю, что исследования моего полного тезки Владимира Владимировича как раз особенно имеют не только теоретический, но и прикладной характер. Не случайно вспомнил про Росатом. Возможно, он ведет работу вместе с коллегами по поводу поиска совершенно новых возможностей по использованию новых видов ядерного топлива, очень перспективного и весьма нужного для будущего энергетики. Не только в нашей стране, но и в мире в целом. Безусловно, нам нужно найти такие механизмы, которые сплотили бы, создали бы условия для работы перспективных молодых исследователей, молодых ученых. Собственно говоря, именно этому и посвящены все изменения, которые мы сейчас обсуждаем в сфере науки. Я хочу выразить надежду на то, что мы благодаря одному из сегодняшних наших лауреатов добьемся того, чтобы все мы и все граждане нашей страны жили не только долго, но и счастливо, и вели активный образ жизни. Без этого невозможны достижения в науке. Поздравляю вас еще раз и желаю всем вам новых успехов. Спасибо.